Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юлиан Макаров. С моими уважаемыми гостями я продолжаю разговор о новой системе финансирования отечественной кинематографии. Это не узко цеховая тема, это всерьез касается не только людей, снимающих фильмы, но и тех, кто их смотрит. Еще пока смотрит. Потому что если все будет продолжаться так, как в последние годы, то зритель, подчеркну, умный зритель, видимо, совсем перестанет ходить в кинотеатры. Итак, сегодня в главной роли аналитик кино, социолог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Здравствуйте, Даниил Борисович. Здравствуйте. Снова рад видеть вас у нас в главной роли. Итак, фонд, федеральный фонд, он уже фактически функционирует. Не есть ли это шаг к воссозданию в свое время отлично отлаженной работающей системе под названием «Госкино»? Нет, конечно. Потому что Министерство культуры никто не закрывал. И Министерство культуры сейчас и выполняет функцию «Госкино» в той части департамента, который касается кино. Поэтому было очень странным это решение, когда взяли весь государственный бюджет и поделили на две неравные части. Примерно 20% оставили у государства, то есть в «Госкино», а 80% перенесли вот в этот фонд экономической и социальной поддержки. Забыли третью часть под названием «Федеральная программа «Культура России», там больше миллиарда. Тоже будет финансировать, ну, по сути, продюсировать кино. То есть инвестировать деньги в кино и в кинематографы. В любом случае, это две институции. Потому что и в советское время это было одно, одно «Госкино». И в некоторых странах, достаточно продвинутых, например, во Франции, есть такой национальный центр кинематографии, CNC знаменитый. Тоже один фонд, там нет в разных местах. Там не разводится на то, что кино там, скажем, дебюты или какое-то авторское, а потом есть коммерческое кино. А в одном возвращаются деньги, в другом. Вот это все непроваренная, неосмысленная ситуация, она сейчас и запущена в жизнь. Причем без какой-либо подготовки. Это никто не обсуждал. Никакой председатель попечительского совета, например, этого фонда, Александр Жуков, не давал интервью стране, не объяснял цели, задачи. Вы случайно с Вадимом Абдрашитовым не договаривались по этому поводу? Он в этой студии, вот совсем недавно, он говорил буквально слово в слово, что это получился опять узкокелейный разговор, и с большим сообществом кинематографистов никто не советовался. Здесь вы... Ну, видите, я не знал, но, видимо, Вадим, вот эту печать, печали, которую он вам здесь предъявлял, это касается почти всех кинематографистов нашей страны. Тогда какие могут быть подводные камни из того, что решение по факту принято, а мнение профессионалов до конца не выслушано? Вы знаете, ведь прежде чем вы что-то начинаете делать, вы, мне кажется, начинаете анализировать то, что вы делали не так. Ну, если вы хотите обновить, создать новую систему, вы должны для начала примерно представить, а что у меня не получалось, а где я ошибался, а где мои коллеги ошибались. А мы его проанализировали. Нет, на самом деле нет. Даже после... Ну, может быть, так сказать, не до конца проанализировали. Нет, вы знаете, вот если брать основные идеи уже подписанных указов, приказов, то там возникают абсолютно новые понятия. Ну, например, лидер отечественного кинопроизводства. Там даже не говорится о лидерах кинематографии. А ведь на самом деле, если бы они спросили экспертов, они бы сказали, что кроме производства есть кинопрокат, есть кинозалы, есть операторы залов, есть копродукция, есть зрители, есть репертуар, наконец, мировой, есть инвестиции, есть законы. А как нужно было бы охарактеризовать тогда людей, которым государство доверит деньги? Вы знаете, так как ничего не проанализировано, то есть мы не знаем до сих пор, на основании каких аргументов было принято решение. Ну, например, премьер-министр замечательно говорил на этой встрече 3 ноября, он говорил о том, к сожалению, наш кинематограф неконкурентно способен. Это невероятно, это я первый раз слышу. Пришел человек, в общем, он не такой уж кинематографист, и говорит, оптимально точную вещь, в яблочко просто он говорит, наш кинематограф. А почему он неконкурентно способен? А когда мы обсуждали, я, например, с 92-го года члены и госкино, коллеги, и Минкульта, никогда мы не обсуждали неконкурентно способность российского кино. Или он говорит, дело не в деньгах, говорит премьер-министр и председатель совета при нем, а говорит, дело в том, что талант идет за деньгами, понимаете? В смысле, наоборот, как раз, деньги идут за талантом. Вот видите, уже оговорка по Фрейду, потому что у нас всегда наоборот. Или, как мы можем говорить о производстве, если у нас масса проблем с прокатом, продвижением, показом, зрителем? Мы для чего снимаем кино? Для галочек? Для того, чтобы продюсеры зарабатывали во время производства? Для того, чтобы кинематографистов занять работой? У нас какие цели? Там, кстати, третье есть понятие в этом постановлении. Тоже непонятное. Там, например, написано, в соответствии с стратегическими задачами государства. А что это за задачи? А вот если попробовать две цели, вот сейчас плакатно. Вот давайте я попробую их обозначить, как я понимаю. Первое, это изображением и глаголом зажечь сердца людей с экрана кинотеатра. И второе, не потерять при этом денег. Наверное, так. Исходя из экономической ситуации. Вы знаете, это ведь не такая же проблема, как с продажей автомашин. Второе, убираем, значит. Да, дело в том, что иногда за выдающиеся произведения мы не можем собрать деньги. Вот, например, вы, может быть, слышали, что Кэтрин Бегиллоу получила шесть Оскаров. За «Повелитель бури». За «Повелитель бури». Шесть Оскаров. Но она собрала в Соединенных Штатах 27 миллионов долларов. А фильм, с которым она конкурировала, «Аватар». В сто раз больше. В тысячу. Тысячу, да. В тысячу раз больше. В тысячу. Почему же эти недальновидные американцы не дали фильму, который собрал в тысячу раз? Значит, в кинематографе все-таки не дело в деньгах. Я тут абсолютно согласен. Нет, у нас путешествие с домашними животными тоже побеждает на московском фестивале. И никак не может конкурировать по деньгоотдаче с странными комедиями, заполонившими все экраны. Видите, о чем вы говорите? О том, что денежные критерии здесь напрямую не работают, как с разливкой стали или продажей нефтесырца. Но с созданием фонда это декларируется. Говорят, ребята, вот те деньги, что вы получили из фонда, хотя бы частично, извольте отдать. Вы знаете, это говорят те люди, которые совершенно не знают ситуации с российским кино. А тогда я вам скажу, что вы льете воду на мельницу тех людей, которые до начала 2010 года запустили 50 фильмов, ну, из общего количества 100, 50. Из них 20 вообще никто никогда не видел. Скажут, ну, вот у нас не получилось, мы художники. Дело вот в чем. За художников всегда отвечают продюсеры. Поэтому у нас появилось когда-то, до 92-го года у нас был один продюсер, которому было все равно, потому что тогда мы показывали, ну, например, зарубежных фильмов. Мы показывали не больше 70, из них американских 6-7. Восьмой только, если Брежнев ехал в Америку. А сегодня мы показываем 380. Мы каждый день выпускаем новый фильм. Из них американских половина, 170 картин американских мы выпускаем. Ну, я хотел поговорить об этом чуть позже. Это другая ситуация, вообще другой. Она к фонду, как вы считаете, не будет иметь никакого отношения. Самое прямое. Это имеется в виду лимитирование или квотирование количества зарубежных фильмов в нашем прокате. Это будет огромный удар в отношении российской киноиндустрии, если будет квотирование. Это будет колоссальный удар по зрителям. Это будет колоссальный удар по... Не надо этого делать. Ни в коем случае. Мы это проходили 10 лет назад, когда уже были почти готовы все решения. Хорошо, а когда нам говорят про Францию, о том, что она успешно справляется с этим, никаких ударов при этом жутких не испытывает нокаутирующих, у них не пускают какую-то часть, может быть, американского или какого-то другого кинематографа, и эта часть заполняется отечественным французским кинематографом. Это неправда. Во-первых, потому что в кинотеатрах квотирование есть. Нет. Есть квотирование... Нет, так есть или нет? Нет. Нет. По двум только моментам скажу. Оно есть только на телеэкранах, а у нас, как вы знаете, наша продукция на телеэкранах вообще побеждает все, что угодно. Во-вторых, не надо забывать, что французским фильмом является фильм, включающий копродукцию. Вы назовите российские фильмы копродукции за последние 10 лет. Вы трех не назовете. Ну, сразу вспоминается Восток-Запад, например. Ну, Восток-Запад, во-первых, ему около 10 лет, если не больше. Во-вторых, во-вторых... Он вечно живой. Он вечно живой, и он снят на французском языке. А можно было бы снимать и на русском копродукции, чего никто не делает с 90-х годов. Российское кино... Почему нельзя возвращать? Российское кино только те 6-7 фильмов, которые... Что окупились. Они даже меньше окупаются, ну, примерно окупаются. За 9-й год. За 9-й год и за 8-й все повторяется. У нас 25% денег мы собираем по отношению годовой продукции. Это такие экранные смехохихочки, да? Ну, нет, но там разные фильмы, это всегда блокбастеры. И за ними всеми стоят телеканалы. У нас, как вы знаете, до сих пор не было стопроцентным, или почти не было стопроцентного государственного финансирования. Но здесь два момента очень важных. Все остальные фильмы, которые производятся в России и не собирают миллиона, вот у нас это примерно больше миллиона, и миллион сборов. Все те, кто остальные 80, у нас 90 примерно фильмов мы выпускали последние годы, так 80 дают 4 копейки на вложенный доллар. 4 цента на вложенный доллар. Можете себе представить, о каком бизнесе можно говорить? О каком бизнесе эти... Они что, за год поменяют индустрию, 20 лет создававшуюся? Без какой-либо политической работы. Так что это все демагогические фразы. А теперь поговорим о чемпионах, вот об этих фильмах. Знаете ли вы там, что я посмотрел сегодня утром, из 16 картин, которые являются абсолютными чемпионами, это 10 миллионов долларов плюс. Это 7-й год, 8-й год и 9-й год, да? Из 16-ти только в 2-х были частичные государственные деньги. Во всех остальных госденег не было. Потому что когда... Это очень важно, какие деньги. Дело в том, что когда у вас даренные деньги, ну вот то, что сейчас, такие даренные, ну не надо их возвращать. Отчитываться особенно. Отчитываться особенно. Она, кстати, тоже проводит революцию крупнейшую за 20 лет, аудита того, что было произведено хотя бы за последние 10 или 5, никто не проводил. И, по крайней мере, обществу не сказал. А что мы там произвели? А что мы хотели произвести? Более того, Федор Сергеевич Бондарчук в беседе в этой студии сказал, что, собственно, никого и за руку не поймали. Нигде. Из тех людей, что давал деньги, требуя чуть-чуть назад. Видимо, такая задача не стояла. Итак, те фильмы, которые должны помогать государству, к сожалению, возвратить, как и в Америке, как и в любых странах мира, не в состоянии. Это те фильмы, которые либо ищут новый художественный язык, либо говорят о непроторенных дорогах культуры, либо ставят острейшие вопросы, либо дают зондаш обществу, да, о том, что, где у него бобо, где и что происходит. Ну, важные, действительно важные фильмы. Мы, все это очень важные фильмы, именно таких художников. Ну, не буду перечислять, от Тарковского и все-все-все-все после него. Приглашают фестивали мировые, потому что они хотят узнать, что в России реально творится. Из чемпионов проката они про Россию не узнают ничего. Все вот эти фильмы, которые являются чемпионами проката, это либо экранизации, либо комедии. Да, они ничего из этого не... Что, значит, нужно делать? Вот на те фильмы, которые являются, по-хорошему, матрицей нашего состояния, состояния России сегодня, сделанные исключительно умными и замечающими малейшие детали, и умеющие их преподносить зрителю с экрана режиссерами, значит, им нужно давать большее финансирование. А они сейчас у нас отданы на откуп опять Министерства культуры. Министерство культуры даже не знает, где оно находится. Эта реформа и поражает меня, например. Никто не знает, по каким правилам... Ну, вы приезжаете на чудесную Олимпиаду в Ванкувере, вы хотя бы знаете, по каким правилам там идут эти все соревнования, что происходит, какие виды спорта. Здесь мы ничего не знаем. Но мы в начале пути, подождите, сейчас разберемся потихонечку. Но мы уже пять месяцев разбираемся. Но все те люди, кто занимаются кино и не разливкой стали, и не тракторостроением, они должны прекрасно понимать, что кино снимают летом, что лето уже наступило, что мы уже в девятом году ничего не снимали, а только доснимали, седьмого и восьмого года. Мы пропускаем второй год. Ради чего? Тогда, если говорить аграрным языком, сейчас идет пахота, перемалывается. Но какая-то бессмысленная и беспощадная. Потом будет, я так понимаю, посев. А когда-то всходов ждать, исходя из нынешних реалий. Вы знаете, нынешние реалии настолько кардинальные и настолько непродуманные. Там ведь масса других есть вещей. Вы знаете, что принято решение кого-то назначить лидерами кинопроизводства и им передать деньги. Но вот буквально чуть ли не завтра должен состояться совет попечительский, где будут, может быть, ориентировочно определены вот эти вот мейджоры. Хотя Александр Роднянский, который у нас был к этому слову с осторожностью отнесся, делал поправку. Но я с ним согласен. Но мейджорами нельзя назначить. Их нельзя назначить. Все те мейджоры, которых мы знаем, восемь компаний. Ну, он как раз об этом и говорит. Это все люди, заработавшие многими поколениями, огромным трудом. В принципе, это можно было бы здесь делать. Но не назначением. Нельзя назначить... Любимой женой. Да. Нельзя назначить ни в олигархе, ни в Эйзенштейне. Это невозможно. И то, и другое, либо через талант, либо талант другого рода. Но это лишние инстанции, это лишняя цензура, это лишние накладные расходы. Это, не буду говорить об откатах, но какая-то совершенно ненужные деньги, которые маленькие, талантливые, талантливая компания, или продюсер, который снимает одну-две картину, должен прийти продаться, отдать 20-30% денег, неизвестно кому и зачем, это все не продумано. Это все не имеет... Как сказать, если бы спросили у профессионалов, или у кого-то была бы такая задача, если руководители этого фонда говорят, что мы тут не в кинематографе, мы тут только за финансы. У нас уже 4 года назад по другой реформе попытались в Министерстве культуры оставить какие-то полномочия, а в Агентство по культуре и кинематографии перегнать все деньги. Это невозможно, и кроме войн ни к чему не привело. Значит, я понял. Необходимо для полноценной работы этого фонда альтернативное мнение, которое обязательно должно быть выслушано. Мы же понимаем, что такие решения, которые уже приняты, они не приняты просто так, вот кто-то, какие-то враги кинематографа придумали, значит, какое-то мнение возобладало. Но если бы оно возобладало в результате дискуссии, в результате соревнования точек зрения, в результате аргументации, понимаете, 5 месяцев, достаточный срок, чтобы встретиться с профессионалами, чтобы с ними поговорить, чтобы включить эти точки зрения, нельзя назначить 7 мейджоров. Это невозможно. Это выброшенные, может быть, даже и десятки миллиардов рублей. Зачем нам идти в 2014 год, чтобы узнать, что в 2010 мы совершили много ошибок? Это же эксперты все. Люди в кино работают по 20 лет, по 15, 10 и так далее. Не верьте старикам, встречайтесь с молодыми. У нас есть замечательные молодые режиссеры. У нас впервые уже года два идет полная смена поколений. Так вот, молодых не слушают, а слушают, естественно, влиятельных. Влиятельных, но они уже не чувствуют воздуха времени, рыночных условий работы, соревновательности. Они во многом еще существуют в такой, ну, немножко в недо... до, как это сказать, невсправедливой системы конкуренции. Хотя премьер-министр настолько конкуренции и призывает. Спасибо вам большое. Я понял ваш, как это принято говорить, месседж. И я думаю, что те люди, которые влияют на процесс, может быть, прислушаются к вашим словам, и мнение профессионалов из другого лагеря, который находится по соседству и вовсе не враждебный, тоже выслушают. Мне хотелось бы верить, потому что кино очень важное, присутствующее в общественном поле художественная деятельность, то есть доходящее... Даже половина телевизора – это тоже кино. Кино всюду, кино в каждом миллиметре нашей жизни. Поэтому никаким волевым решением, насильственным решением, приказным решением... Здесь ничего не добьешься, потому что, кроме всего, это еще и творчество. А творчество живет там, где есть свобода, там, где есть воодушевление, где есть вдохновение, там, где есть, наконец, профессиональная солидарность. И я бы хотел просто призвать всех тех, кто отвечает за кинематограф, к этой профессиональной солидарности. Без этого мы ничего не добьемся. Спасибо вам большое, Даниил Борисович. Даниил Дондурей – главный редактор журнала «Искусство кино», социолог и аналитик кино, был сегодня в главной роли. Вам низкий поклон за то, что провели время в нашей компании. Даниил Борисович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok